Вот об этом мы не только будем говорить сейчас с Андреем Пятковским, российский журналист, политический деятель на прямой связи с нами. Андрей Андреевич, приветствуем вас. Добрый день. Андрей Андреевич, почему весь груз войны сейчас, во всяком случае, мы это наблюдаем, представители Американского института исследования войны, об этом говорят, перекладывается на плечи национальных меньшинств российских? Ну, это видно невооруженным глазом, да, действительно, потому что Путин боится вызвать недовольство своего глубинного народа, этнических русских. Мы видим, сколько там бурятов, тувинцев, дагестанцев, чеченцев и так далее. Ну, последняя же попытка провести мобилизацию, она снова сорвалась, ведь дважды была вот эта почти такая комическая ситуация, объявлялось, что вот там через несколько дней будет одновременно заседание Думы и Среда Федерации. Это было 16 марта, вы помните, и это было 16 июля, и каждый раз появлялись слухи о мобилизации, действительно, военные, военные генералы требуют Путина мобилизации, у них исчерпаны все резервы, но каждый раз Путин отказывался. Более того, вот после последнего вот этого заседания совместно, кстати, совместно так и не было, Совет Федерации не заседал, задача частичной такой скрытой мобилизации была спущена на губернаторов, вот добрались все-таки и до русских обывателей, создается Собянинский полк, например. Да, и в Питере, мы сегодня рассказывали, есть, да, точки определенные, поскольку это мобилизация, о чем это говорит? О том, что мобилизации не будет никогда, Путин ее боится, и вот что, как всегда, все неприятное спускается на войну, губернатор Путин должен быть великим полководцем, ведущим русские полки, там, вглубь вражеской Украины, а вот все неприятности, связанные с этим, мобилизация на войну, вот, пошли красавцы, это на губернаторов. Вот два обстоятельства совершенно трагикомические было в последние дни. Я не знаю, у вас, по-моему, тоже проходило в сетях, была фотография мобилизованных на Сахалине. Вот там стояла группа людей, ну, немножко моложе меня по возрасту, но не выглядевших особенно моложе. Это, мне сразу вспомнилось, знаменитые фотографии, даже видеокадры ополченцев Берлина в апреле 45-го года. Это такие очень пожилые, сольбенные люди, но напяленная на них была военная форма. А второе, скандальное совершенно, оно вызвало даже большую реакцию в сети. Такой сюжет по телевидению, ну, как бы обычно это называется социальной рекламой. Такой сюжет, что вот семья погиб, военнослужащие, во время специальной военной операции получили они компенсацию 5 миллионов и купили машину «Жигули». И вот вся семья радостно куда-то едет, едет. К нему же на кладбище. К нему же на кладбище, на этой машине, которую он мечтал. Вы представляете, они даже не видят, не видят, вот эти кремлевские пропагандисты в этом чудовищности месседжа. То есть, вот когда, я не знаю, какими методами они иммунизовали там этнических ополченцев, а к русским, такой призыв в депрессионных городах, посылайте там своего дедушку. Например, они же расширили до, кажется, 55 лет возраста этих добровольцев. И он погибнет, а семья получит там 5 миллионов рублей. Это пока полное опровержение вот этого тезиса об отечественной войне. Не воспринимает. Можно много говорить упреков российскому народу. Нет антивоенного движения. Хотя есть герои. Более 7 тысяч человек сидят сейчас в тюрьмах на длительный срок. И на 10 лет сажают просто за антивоенный пикет. Мы уже прекрасно понимаем, Андрей Андреевич, что это единичный случай. С одной стороны, да, вот эта история с автомобилем и так далее, что получили компенсацию, это всего лишь для отвода класса. Поскольку государству, как машине, да, Путину и путинцам и так далее, все, кто развязал войну, невыгодно компенсировать за убитых русских здесь на территории Украины. Поскольку лучше их потратить на какой-то снаряд, автомат или какую-то боевую технику, нежели компенсировать. Поэтому им невыгодно возвращать убитыми на территорию Украины российских граждан. А лучше их вообще, о них забыть и след их исчез. Нет русского, нет убитого русского, нет и компенсации. Нет и денежек. Да, тут интересно, опять же, тот же институт, американский институт исследования войны, озвучил еще одно предположение, согласно которому подобное поведение российских властей может привести или с высокой долей вероятности вызовет сопротивление в этнических анклавах. Россия уже указывается на появление такого движения, как Новая Тува, например. Это антивоенная организация, которая состоит из активистов тувинского нацменьшинства. Да, это неизбежно. И были такие же демонстрации в Дагестане, в какое-то село одновременно привезли десяток трупов. Все это, эта пружина вот этого социального недовольства, она будет только сжиматься. Потому что Путину нужны резервы. Откуда он будет их набирать? Но вот основной вывод политический, мобилизации не будет никогда. Для Путина это страшный прыжок в пропасть такого социального взрыва. И это еще одно свидетельство провала всей его операции и авантюра. Ведь понимаете, а пропаганда, ведь эти пропагандисты каждый день говорят, нам отступать некуда, нам отступать некуда. Вот для нас это отечественная война. Ну, отступать некуда для путинского режима, это верно. Потому что в случае поражения, я вам скажу, после освобождения Херсона начнутся совершенно такие обвальные события и в бункере, и в российском общем целом. Потому что уже каждый человек будет понимать, что война проиграна. И они хотят заменить отечество задницей Путина. Война окончится поражением политической и, скорее всего, физической смертью Путина. Но это никакого не имеет значения к судьбе российского общества. И поэтому вот все эти попытки поднять операцию на уровень отечественной войны в сознании русского народа, они провалились. Так или иначе, ну вот смотрите, в продолжении почти что того, что вы сейчас начали, председатель комитета Госдумы Российской Федерации по международным делам и участник российской делегации в переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что если переговоры с Украиной возобновятся, то Москва выдвинет более, цитата, жесткие условия и по срокам, и по сути. Это же интересно, какие условия, по вашему мнению, и чего мы еще не слышали угрожающего? Ну, угрозы, вы слышите, это угроза уже, это ракетный террор, это единственное оружие, оставшееся у Москвы. Но, между прочим, вот цель этого ракетного террора, она опять же направлена на то, чтобы заставить народ Украины, потребуя своего руководства пойти на прекращение огня на капитулянских условиях. Они не могут продолжать войну. И ведь, посмотрите, они используют все методы шантажа, ракетный террор, шантаж на заселение. Сегодня какой у нас, 21-е? Завтра они будут активно шантажировать газом Германию, откроем, не откроем. В Анкаре они шантажируют весь мир голодом. А как они шантажируют? Что они требуют в Анкаре? Они требуют, чтобы одновременно, значит, с разминированием Одессы, портов, прекратить военные действия в районе Херсона. Потому что они боятся контрнаступления. Да, и то, что вы сказали буквально накануне о том, что битва за Херсон, она будет определяющей и ключевой. И если будет Херсон освобожден, все, капс да, значит. Абсолютно. Да, потому что уже выйти с этим поражением на широкий загал для граждан России, это провал Путина по факту. А Херсон, вы сказали, что будет взят и деоккупирован украинскими войсками. И будем надеяться, что это... Да, и еще почему они хотят вот этого перемирия? Чтобы остановить... Это я вам, как человек, находящий еще здесь, в Вашингтоне, скажу. Первый же день перемирия, вся вот эта клака путинская в Вашингтоне, она громадная. И элементы вот этих Путин-Ферштейн не сохранились даже в администрации президента. Они закричат, достигнута перемирия, дадим шанс миру немедленно прекратить поставки оружия в Украину. Да, ну, в общем-то, Путин все еще в поисках союзников, пытается заручиться поддержкой. Стран, которые бы сегодня нормально относились к вот той самой неоправданной войне, к военной агрессии в отношении Украины все меньше и меньше. Путин летит в Тегеран, там встречается, значит, с президентами Ирана и Турции. И по итогу делают совместное заявление, в котором подтверждают приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции. В соответствии, в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике. Зачем ему была эта поездка, Андрей Андреевич? Ну, во-первых, как всегда, пиар, вот вы сами об этом сказали, в обстановке полной изоляции нужно продемонстрировать, что кто-то с ним встречается, кто-то с ним разговаривает. Во-вторых, у него была практическая цель, кстати, очень показательная, получить беспилотники от Ирана. И, насколько я понимаю, беспилотников он не получил, но ведь что происходит? Он же нам 20-10 лет рассказывал, что Россия создала массу каких-то не имеющих аналог в мире образцов военной техники. Показывал мультики, которые уничтожали Соединенные Штаты через северный и западный южный полюс. А, оказывается, у него нет элементарной технической вещи, бояростаров, беспилотников, которые создали иранцы на коленке. Там два года назад упал американский беспилотник, Predator, ну и местные умельцы что-то там создали. И вот это является недостижимым образцом для великого российского военного комплекса, и Путин едет их выпрашивать. Но еще была другая цель, я уже о ней упомянул. Основная цель была уговорить Эрдогана поддержать его позицию на переговорах о зерне в Анкаре, позицию с требованием перемирия в районе Херсона. А кто может гарантировать это перемирие в принципе? Ведь Путину верить нельзя, он говорит, что мы договоримся, мы откроем акваторию и не будем мешать проезду этого зерна. Но провокации никто же не отменял. Да никто не может, но дипломатически Украине будет труднее, противостоять, когда против нее на этих переговорах будет не только Россия, но и Турция. Да я думаю, что и Организация Объединенных Наций тоже присоединится к этому давлению. Опять же, это полное непонимание, так же как ракетный террор, это полное непонимание психологии украинского народа. Надежда, что под давлением Украина сломается и пойдет на такое капитулянское перемирие. Андрей Андреевич, а какой шаг или какая реакция украинской стороны, вы считаете, будет наиболее правильной в этой ситуации? Наиболее правильная ситуация подготовка к контраступлению и взятие Херсона. То есть все так, как сейчас происходит? Это правда, ничего не поменялось, что этим летом все состоится и будет деоккупирован Херсон? Вот. Масштаб поставок оружия на США нарастает. Об этом, по крайней мере, человек более авторитетный, чем я, командующий украинской армии зауженный. Он вчера говорил, что идет устойчивый поставок Хаймерсов. Четыре, сколько там сейчас? Восемь Хаймерсов изменились в серьезной ситуации на фронте. А когда их будет 80, тогда уже у российских оккупантов не останется никаких шансов. Да. Кстати, по поводу поставок оружия. Все чаще говорят о том, что Германия сокращает количество того оружия, которое предоставляет Украине. Заявления звучат громкие, а вот поставок непосредственно не наблюдаем. Ну, это уже надоевший сериал. Сколько раз Шольц петляет с поставками оружия, так же, как Лукашенко петляет с объединением России, значит, 20 лет. Ну, понимаете, с паршивой отцы хоть шерсти клоу. Что-то поступает, все равно решающие это поставки Соединенных Штатов в Великобританию. Ну, если там несколько танков из Германии придет, ну, слава Богу. Но то, что Шольц максимально старается ограничить поставки, я думаю, это может кончиться плохо для него. Общественное мнение, вот в чем проблема французских и германских лидеров. Они не хотят, элиты, я даже скажу, шире, элиты Германии и Франции не хотят победы Украины и поражения России. Они очень комфортно себя чувствуют. Франция в специальной такой роли Grandeur de France, посредника между Западом и Россией. Немцы имеют громадные экономические бонусы. А поэтому они всячески тормозят и поставки оружия, и приезжают с капиталинским планом. Но общественное мнение оказывает давление на своих лидеров. Но опять же скажу, решающая роль Великобритании и Соединенных Штатов, и эти поставки оружия нарастают в угрожающем для российской армии. И смотрите, вот сейчас Путин начал торговаться, буквально горячее сообщение, радио Собода сообщает, а мы напомним, что Путин поехал в Иран проводить переговоры. И он анонсировал, Путин, сокращение поставок газа в Европейский Союз и предложил компенсацию за запуск Северного потока-2. Кто на это пойдет? Да не пойдет никто. И он не пойдет на полное замораживание Северного потока-1. Потому что в шантажисте важен процесс шантажа. А шантаж, в общем-то, от него нужно одно – давление на Запад, давление на Украину с целью подписать капитулянские соглашения. Вот это он всегда будет требовать от Запада и всегда будет продолжать его шантажировать всем, чем угодно. А украинский народ, я повторяю, он будет шантажировать своим ракетным террором. Вот все инструменты, которые у него остались. Об этом он подробно будет нам рассказывать на процессе над главными военными преступлениями. Ага, поскорее бы, да, поскорее бы, если доживет. Андрей Андреевич, спасибо большое за ваши комментарии. И за оптимизм, мне чувствуется, да. Российский журналист, политический деятель был на прямой связи с друзьями.